Всем привет, ребята, меня зовут Богатей ищи Ди, и добро пожаловать в новое видео. Мы только что получили последние новости про инфляцию, и мой бог, они далеко не самые позитивные. В сегодняшнем видео я покажу тебе свежайшую информацию про индекс потребительских цен, покажу, что происходит в глобальной экономике, а также расскажу о причине, которая повлияет на ухудшение экономической ситуации. Не забывай, что официальная статистика является ничем иным, как манипуляции. На самом деле инфляция и экономика куда хуже, чем нам говорят, и это чувствует каждый обычный гражданин США, Германии, Украины или России. А в конце видео мы с тобой поймем, почему это ухудшение на самом деле очень позитивно скажется на биткоине в будущем, и почему холдеры биткоина в будущем будут самыми богатыми людьми на этой земле. Кстати, если тебе нравится подобного плана контент, почему бы не поставить лайк? Для тебя это всего лишь один клик мышкой или пальцем, а для меня большая мотивация, правда. Большое спасибо за поддержку. Итак, посмотри на это. Вот о чем нам рассказали. О свежей информации по инфляции. Инфляция подскакивает на 7% за год, и это самый быстрый рост инфляции за год с 1982. Это абсолютное безумие. 7% за год. Многие люди даже сразу и не поймут, какие это большие цифры, даже для официальной статистики. Не поймут, насколько это плохо. Но вспомни о том, что Альберт Эйнштейн или кто-то другой называл восьмым чудом света. До сих пор не доказали, кто именно это сказал. Ты знаешь это восьмое чудо света как сложный процент. Те, кто понимают, что это такое, зарабатывают на нем, а кто не понимает, оплачивает этот заработок тем, кто понимает. Если цены растут на 7% в год, это означает, что спустя 10 лет все, за что ты платишь, удвоится в цене. Цены за энергию, цены за еду, цены за товары, услуги и недвижимость. Ты скажешь, что это компенсируется ростом зарплат. Нет, не компенсируется, мы еще об этом поговорим. Это значит, что качество жизни за 10 лет упадет значительно, потому что она станет дороже в два раза для обычного человека. Официально, без учета продуктов питания и энергии, так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 5,5% за год. И хотя это стало самым большим ростом с 1991, можно подумать, что все не так плохо. Всего лишь 5,5% за год. Но на самом деле, эта официальная информация является наглой и наивной манипуляцией. Вот что заявляют официалы. Расходы на жилье выросли на 4,1% за год. Судя по тому, что происходит в реальной жизни, расходы на жилье растут куда быстрее, чем на 4% в год. Цены на жилье выросли на 18%. Мы видим также, что аренда выросла на 10, 15 и даже 20% в зависимости от геоположения объекта. Но на что больше всего повлияла инфляция? Цены на поддержанные автомобили, которые были основным двигателем роста инфляции, из-за ограничений, связанных с пандемией, выросли на 37,3% за год. Да, надо было не в эти ваши биткоины и монеты вкладываться, а в машины. И знаешь, что интересно? Как раз перед очередным отчетом о состоянии инфляции, который мы получили вчера, официальные лица ФРС пересмотрели свои прогнозы и уменьшили их до 7% в год. В день очередного отчета про инфляцию, инфляция оказалась ровно 7%, как они и прогнозировали. Мне кажется, это немного странным совпадением. А знаешь, что было бы, если бы эти цифры оказались выше 7%, мы бы увидели распродажу на рынке, спровоцированную тем, что инфляция оказалась выше прогнозированной. Поэтому они так и сделали, я так думаю. Это чистая манипуляция. Но вот что еще странно, ФРС должна была начать действовать хотя бы полгода назад. Ведь сейчас урон экономике уже нанесен. Поэтому, если они смогут приостановить рост цен на пару процентов в год, и они будут расти не на 7%, а скажем, на 5% в год, инфляция-то никуда не денется. Стоимость жизни все равно будет на рекордных отметках. Единственное различие, что ФРС скажет, посмотрите, инфляция же снижается. Это будет еще одна манипуляция. Но еще большее надувательство, которое сейчас можно услышать, это то, что инфляция это хорошо, потому что зарплаты растут. Да, так говорят некоторые специалисты. Но посмотри, что на самом деле происходит. Несмотря на более высокую зарплату, инфляция привела к сокращению ее покупательной способности на 2,4% за год. Официально зарплата в США выросла на 4,7%, в то время как инфляция выросла на 7%. И это только официально, я думаю, что в реальности эта цифра больше. Единственная причина, зачем им нужна высокая инфляция, заключается не в том, чтобы повысить тебе зарплату. Ха, смешно. А потому что правительству нужно увеличивать прибыли с налогов для обслуживания гигантских долгов. Инфляция растет, значит растут налоги, значит есть возможность работать с долгом. Кроме этого, инфляция также обесценивает и сам долг. К чему это приводит? Богатейшие люди, тот самый 1% населения, получают огромные прибыли из своих активов. К сожалению, бедные и даже средний класс зачастую не владеют активами вообще, и поэтому только беднеют в такой системе. Это, кстати, очень хорошо видно на этом графике, где пропасть между богатейшими и бедными все растет и растет. И если мы продолжим двигаться этим путем и дальше, такая социальная несправедливость может вылиться во что-то очень нехорошее. Посмотри на ту же Турцию, волнение, инфляция, обесценивание валюты, потом Казахстан, Аргентина и так далее. Но все мы думаем, что такое невозможно в Соединенных Штатах. Тебе наверняка интересно, будет ли еще хуже или пик уже пройден? Что говорит ФРС? Как только решатся вопросы с проблемами цепочек поставок, возникшими из-за коронавируса, все сразу станет лучше. И на самом деле это так, но посмотри на это. Новый штамм Омикрон поставил цепочку поставок в Гонконге на грань коллапса. Это свежайшая новость от 12 января 2022 года. То есть вчерашняя. Нью-Йоркский порт находится в состоянии хаоса на фоне трудовых проблем, связанных с ковидом. У них там настоящая пробка из судов. И мы продолжаем наблюдать рекордное количество кораблей, которые застряли в портах Лос-Анджелеса. Все это тормозит экономику, уменьшает количество реального товара в экономике и как следствие ведет к инфляции этих товаров. И к безумному росту цен. Безумному. Но три дня назад стала известна самая печальная новость. Это супертрагедия, костоломная драма. В КФС заканчивается курица. Опять же из-за проблем с цепочками поставок, вызванных ковидом. Вот это уже точно невозможно принять, понять и простить. Что это такое вообще? Как же мы без курицы-то? А теперь мы пришли к самому главному выводу этого видео. Все эти проблемы в экономике по факту могут стать хуже. Но при этом мне кажется, что лучшей рекламы для биткоина не будет. За следующие 10 лет жизни людей станут дороже намного. Ну а жизни людей, у которых есть биткоин, станут такими, о которых остальные только мечтают. Это график соотношения доллара к биткоину. Мы всегда смотрим биткоин к доллару, но давай посмотрим на доллар к биткоин. Мы видим, что за последний месяц доллар укрепляется по отношению к биткоину, потому что биткоин падает. Это понятно. Но если мы посмотрим за все 10 лет существования биткоина, о, здесь ситуация совершенно другая. Доллар выглядит как самый настоящий щиткоин, у которого случаются какие-то отскоки, но это несерьезно. Если бы ты увидел криптовалюту с таким графиком, признайся мне честно, прямо сейчас в комментариях, купил бы ты ее или нет. Или бы ушел со словами, что это какой-то скам, развод и новый битконнект, финансовая пирамида, лопнувшая понси схема и другие аппетиты. Отвечу за тебя, ты бы ее не купил. Но вот так выглядит доллар. Вот что такое доллар и любая другая фиатная валюта. Всего лишь навсего щиткоин по отношению к биткоину. Когда рынок падает, это легко забыть. И я вижу, что люди это забывают. Но они вспомнят об этом только в очередном растущем рынке, чтобы снова потерять все свои деньги на очередном пике, купив на пике, продав на дне. Вот как они будут поступать и дальше. Но мы-то не такие, правда? Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было для тебя интересным или полезным, не забудь поставить лайк, это очень помогает каналу. А мне находить мотивацию для контента можно только в ваших лайках. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно Богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!